Так, добрый вечер тогда всем. Значит, сегодня мы поговорим о том, как построить большое биорешение корпоративное в случае, когда действительно данных много, действительно много кроме данных еще и пользователей, и при этом это все должно быстро работать, высокие требования к отклику системы. Значит, начать хочется с такого слайда. И, конечно, это мы делали для одного из наших заказчиков такую абстрактную картину, как руководитель хочет видеть вообще свои данные и что хочет от системы. То есть все области, за которые он отвечает, он хочет видеть в каком-то таком едином окне, в единой системе для принятия действительно правильных стратегических решений. Но по факту в реальной жизни, конечно, получается так, что где-то в каких-то областях слишком большие данные, в каких-то областях данных слишком плохие, там не связанные и так далее. Так, где-то данных нет вообще. И в итоге получается так, что руководитель видит только часть целой картины, и, конечно же, управленческие решения не очень сильно в этом случае страдают. Вот. И задача хорошей BI-системы, хорошего внедрения BI, это, конечно, эту проблему решить. Проблем обычно не возникает, когда данных не очень много. Это такой классический BI, где есть ERP-система со структурированными данными, там, например, SAP 1S, может быть, еще несколько систем, но в любом случае данные структурированы, их не очень много, и здесь тогда проблем нет. Проблемы, конечно, и самые интересные кейсы появляются, когда появляются большие данные. То есть большие данные уже просто так не обработать, не загрузить. И, конечно же, когда появляются еще маленькие не структурированные данные в виде всяких экселек, либо данные не собираются вообще. Но сегодня мы говорим именно про вот часть больших данных, и для того, чтобы правильно обрабатывать большие данные и иметь возможность работать с ними потом в BI, нужны некоторые специализированные средства все-таки. И сейчас я передаю слово Александру, он как раз про них расскажет. Да, Алексей, спасибо большое. Я, без твоего позволения, сейчас заберу демонстрацию экрана и начну. Начну с того, что же такое Vertica. Vertica – это платформа продвинутой аналитики, которая масштабируется горизонтально. Это массивно-правильная архитектура в концепции Шайрот-Насен, которая может горизонтально масштабироваться до размеров петабайты и при этом сохранять скорость обслуживания клиентов, скорость обслуживания запросов. Vertica – это изначально колоночное хранение, которое позволяет более эффективно использовать алгоритмы сжатия и получать более высокие коэффициенты сжатия. И Vertica – это движок, который включает в себя не только операции хранения, но и операции обработки данных. Это аналитические функции разнообразные, это работа с рядами данных, это функции полного цикла машинного обучения, то есть это начиная от подготовки и вычистки данных, тренировки моделей, заканчиваемой развертыванием этих моделей в продуктив для задач моделирования или квалификации данных. При этом гибкость и возможности масштабирования нашей платформы позволяют разворачивать Vertica и нацеливать ее на обработке огромных объемов данных. Например, компания Uber использует Vertica для обработки базы объемом 5 петабайт, и при этом отклики от нашей базы, если вы когда-нибудь пользовались Uber, приходят практически в реальном масштабе времени. Идем дальше. Если посмотреть на то, как встраивается Vertica в современные экосистемы. Vertica – это стандартизированная anti-SQL99 база данных, то есть с интерфейсом в SQL. Это значит, что любые продукты по загрузке, трансформации данных, то есть это ETL-продукты, любые продукты по визуализации данных, BI-инструменты, аналитические инструменты, которые имеют возможность подключаться к базам данных через протоколы ODBC, GDBC, или если это виндовые сервера, то это OLIDB и ADAMET. Все эти инструменты могут работать с Vertica и даже in-house разработки, которые сделали заказчики для себя, если они до этого работали с базой данных поиски через SQL-диалект, стандартный SQL-диалект, то они продолжают работать. У нас есть опыт миграции за выходные базы данных под аналитической системой и как раз in-house разработкой. Когда пользователи в пятницу закончили работать на MS SQL, а в понедельник пришли и по привычке, запустив запрос на исполнение, хотели попить кофейку, но получили ответ и остались без утреннего кофе. Если мы смотрим на то, как Vertica живет с открытым кодом, Vertica для задач стриминга данных в базу данных имеет интеграции с Kafka. То есть что это такое? Это нативный Kafka-консюмер и Kafka-продюсер, который позволяет загружать данные из очередей Kafka и делать это в микробатчах, и тем самым получать загруженные данные в аналитике в режиме близком к реальному времени. Если по какой-то причине возможностей по трансформации внутри Vertica недостаточно, то у Vertica есть коннектор для Apache Spark, который позволяет взаимодействовать из инсталляции Spark с базой Vertica и делать практически любые трансформации, к которым привыкли ваши аналитики, в Spark, но при этом данные будут грузиться обратно в Vertica. Если мы посмотрим на очень большой сегмент заказчиков, которые в своей экосистеме развернули Hadoop, продумали когда-то концепцию Data Lake или Data Ocean, и теперь не знают, как с ней работать, то Vertica в этом месте может стать спасением, потому что Vertica может начать рассматривать эти данные в рамках единой модели, и это значит, что все данные, которые будут использоваться в аналитике, будут просматриваться через единую модель, это значит, что они будут непротиворечивы, и для этого в Vertica есть интеграция с Hadoop, это и SDFS, и WebHDFS, и более того, Vertica позволяет нативно читать и писать изначально Hadoop-ные форматы данных, это и Parquet, и ORC, и в 10-й версии Vertica мы начинаем потихонечку поддерживать комплексные типы данных в том же Parquet. Если заказчики по какой-то причине располагают свои данные в объектных хранилищах с протоколом доступа по S3, будь то это облачные какие-то сервисы, например, Amazon, или это OnPremise, Minio, или еще что-либо, Vertica также позволяет использовать данные из этих объектных хранилищ для аналитики. Их можно подключать как внешние таблицы, их можно копировать в саму Vertica, естественно, аналитика над скопированными данными будет выполняться сильно быстрее. И это позволяет работать в открытых экосистемах максимально эффективно, максимально быстро, максимально нативно. Если мы говорим про Vertica с точки зрения развертывания, то, может быть, в России это в меньшей степени востребовано, но там весь мир в том числе пользует Vertica из облачных провайдеров. Это Amazon, это Google Cloud, это Azure, в котором можно Vertica заказать как сервис из из Marketplace. Не забываем мы и про он-премис решения, которые очень популярны у нас в стране, у нас в России. Это и физические диски с внутренними, физические сервера с внутренними дисками, и системы виртуализации VMware, и OpenStack, и использование в качестве систем хранения объектных массивов PureStorage, даже использование Hadoop-инсталляции для хранения холодных данных мы также поддерживаем. И тем самым мы позволяем делать гибридные инсталляции, которые помогут разместить данные таким образом, чтобы решить вот эту вот вечную минимаксную задачу, как сделать дешево, быстро и эффективно. Вот Vertica в этом смысле может сделать иерархические хранилища на разных уровнях. Все это возможно. Если мы говорим про задачи, которые можно решать с Vertica, мы понимаем, что бизнес-аналитики, огромное количество data scientists, бизнес-пользователей привыкли к существующим у них инструментам BI или data science. Очень большое количество людей, которые занимаются анализом данных на Python в том же Юпитере. И с помощью уже существующих решений на базе Vertica можно построить как классическое хранилище, оперативное хранилище, интегрировать Vertica, подключить ее к Data Lake или построить в том числе и аналитику над Data Lake. Можно строить систему класса User360, то есть пользователь 360, когда мы собираем полную информацию о пользователе. Можно анализировать операции с точки зрения соответствия фрода и рубить подозрительные операции. Огромное количество задач по управлению утечки клиентов решается с помощью Vertica. Есть класс задач по управлению и оптимизации ценовых предложений, когда на базе Vertica делается уточнение в соответствии с моделями, которые разрабатываются внутри Vertica ценовых предложений для заказчиков. Все это делается, мы видим, что заказчики это делают, и мы видим, что это делается достаточно просто. Вход в Vertica это аналитики или Data Scientist, которые знают SQL. Согласитесь, 100% людей, работающих с данными, знают SQL, а это значит, что они имеют возможность получать доступ к данным. Так почему же наши заказчики выбирают Vertica? Во-первых, это быстрая база данных, которая, как я уже сказал, позволяет обрабатывать данные в режиме реального времени. Как это сделано? это колоночное хранилище, которое изначально оптимизировано под работу с аналитическими запросами. Да, мы не играем в LTP нагрузках, но это не наш конек. Наш конек это обработка сложных аналитических запросов на больших объемах данных. Vertica это хорошо масштабируемая система. Архитектура Vertica это массово параллельная архитектура в концепции Shares NASM. То есть у вас каждый узел обрабатывает свой набор данных. И это значит, что все узлы равнозначны в кластере и все они обрабатывают. Отказ любого из узлов не является отказом кластера. вертику встроен механизм обеспечения отказа устойчивости, который нативно позволяет перераспределять нагрузку в случае выхода одного из узлов на соседние узлы и запрос продолжает исполняться. Не во всех базах данных такое реализовано, это реализовано внутри базы данных. При этом, как я уже сказал, стандартизованный интерфейс доступа к пользователям к данным, это SQL полностью в соответствии ANSI SQL 99 и есть расширения, которые принесли из 2003 стандарта. А это значит, что любые приложения, работающие на рынке, если они ранее работали по SQL через SQL команды, будут продолжать работать с новой базой. И ценовое предложение она доступна. То есть, в отличие от других баз данных, стоимость лицензирования не зависит от тех вычислительных мощностей, которые вы дали базе данных для обслуживания запросов. Более того, вы можете в динамике добавлять узлы с кластера, делать дополнительные субкластера, и это не будет стоить вам дополнительных лицензионных отчислений. Немножко про фишечки, как мы смогли этого достичь. Во-первых, как я уже сказал, вертика это колоночное хранилище, в вертике нету понятия индекса. Забыли, в вертике данные организованы таким образом, что поиск происходит непосредственно по данным, то есть, вход происходит всегда в данные. Для этого сделано логическое представление таблица, и под логическим представлением таблицы делаются физические объекты хранения. Физические объекты хранения это проекции, фактически это способ смотреть на данных, как вот, если вспомните высшее образование, курс инженерной графики, читательной геометрии, что такое проекция? это тот угол, под которым вы смотрите на объект и вы видите его плоское представление. Здесь примерно то же самое. Вы смотрите на данные под углом, но углом здесь является тот запрос, который вы делаете над этими данными. То есть, фактически, вы определяете проекцию как селект. Немножко похоже на материализованное вьюхе, но работает по-другому. То есть, вставка всегда происходит сразу во все проекции. То есть, у вас не может быть такого, что проекции разъехались. При этом, разные проекции могут состоять из разного набора полей, таблицы, могут иметь разные типы сортировки, и проекции выбираются на этапе исполнения, подготовки исполнения планировщикам, исходя из того, насколько эта проекция отвечает тому запросу. Более того, если мы говорим про работу администратора, то создание проекции можно делать вручную, но это обычно тяжело, и задача сравнимая с созданием индекса. В составе вертики есть датабэйс-дизайнер, который проанализирует данные, которые лежат в таблице, проанализирует запросы, которые предполагается делать к схемам, к базе данных, посмотрят на структуру таблицы и после этого сделают предложение, какие проекции сделать, чтобы был минимальный футпринт, чтобы запросы, которые вы показали датабэйс-дизайнеру, выполнялись максимально быстро, максимально эффективно и с минимальными костами. В этом смысле это очень удобно, и это позволяет забыть про этот ужас, когда приставки больших объемов начинается, давайте дропнем индексы, потом пересоздадим, загрузили данные, пытаемся пересоздать индексы, где-то не уникальность данных, индексы не пересоздаются, база встает на несколько дней, пока там что-то не почистится, здесь нет такого, здесь данные сразу строится и вставляется в то, что в терминологии Oracle называется Index Organized Tables. Если мы говорим про модные сейчас направления работы с интернетом вещей и анализом кликстрима, в вертике реализованы на уровне базы данных в ядре множество аналитических функций, которые позволяют работать с рядами данных. Это и join рядов с несподающими тайм-кодами, это и дополнение данных в случае несовпадения или пропусков. Причем эти дополнения могут делаться как методом интерполяции внутри интервала, линейной интерполяции, так и по последнему значению. Это метрология, здесь чудес никаких не бывает. Можно join несколько рядов, можно их выровнять на начало интервала, можно их проагрегировать по любым возможным под интервалом 10-15 минут сделать агрегацию, как у нас каждые 15 минут пользователи приходят или сделать среднюю температуру за 15 минут в каком-то чане или в каком-то фургоне. Все это можно сделать на уровне базы данных без каких-либо выгрузок. И вторая огромная очень интересная функция и огромное преимущество вертики это работа с разрозненными событиями, которые приходят например в клики пользователя с одного IP-адреса по интернет-магазину. Причем эти клики могут закончиться в любой момент и сделав например предположение то, что если эти клики закончились и между кликами расстояния например не менее 10 минут ну скорее всего пользователь уже закончил свою сессию с интернет-магазином и ушел. То есть сессия сброшенной корзиной. Vertica позволяет объединить события в такую сессию с помощью одной функции. То есть вы получаете уже не набор разрозненных функций не набор разрозненных событий а работу с уже сессиями. Или допустим у вас есть флот автомобилей рефрижераторов если от них приходит приходит информация с разрывом не более чем в 30 минут ну скорее всего это один и тот же рейс. Если машина встала и 30 минут не передает сообщение о работе двигателя о температуре в рейсе скорее всего там либо перерыв либо ее перезагружают ну в смысле там разгружают или загружают и у нее будет начнется новый рейс. Вертика позволяет это делать внутри базы данных такой анализ такую сессионизацию и работать уже дальше с сессиями. Более того в вертике реализован механизм проверки на соответствие шаблона. То есть вы можете определить темплейт как последовательность каких-либо событий и далее прямо там либо по сессиям либо по таблице по событиям пробежаться и попытаться найти соответствие этому шаблону. То есть вот у меня там например на виртуалке на моем лотопе загружена сейчас информация порядка 220 миллионов строк информации о полетах самолетов в московском авиаузле и поиск по шаблону занимает там 3-5 секунд. То есть мне выдает только те рейсы которые отказывались от посадки то есть ну там сначала опускались потом поднимались и не приземлялись. То есть поиск по такому шаблону можно сделать например на внешних системах. Здесь это делается внутри базы данных опять же это внутри селекта определяется шаблон и запрос на там более 200 миллионов строк отрабатывает за секунды. Это на виртуалке то есть это не где-то стойка стоит набитая железом это виртуалочка у меня на лэктопе. Работает реально быстро. И раз уж мы начали говорить про работу с подготовкой данных хочется отметить то что внутри вертики реализован полный цикл работы с задачами машинного обучения. Это и загрузка и первичная анализ данных там это и подготовка таймсирий это и подготовка данных в части вычистки нормализации шифрования текстовых значений дополнения пропущенных значений и в самой вертике реализовано множество алгоритмов машинного обучения это и регрессионные алгоритмы такие как линейная регрессия логистическая регрессия это и саппорт вектор кластеризации и регрессии есть алгоритмы с кластеризацией без надзора есть с надзором и натренировав ту или иную модель на сампле на обучающем наборе можно провести анализ качество моделирования качество кластеризации этой моделью на полном наборе данных то есть в вертике реализован целый набор функций которые позволяют математически оценить качество моделирования и как только у вас сошлись звезды на том смысле то что вы приняли то что та или иная модель достаточно адекватно или адекватно с допустимым для вас с допустимым для вас качеством моделирует ту или иную зависимость или те или иные классификаторы вы переносите это в бой сразу там хочется сказать то что на эти модели накладываются все ограничения с точки зрения безопасности которые вы можете наложить на любой объект базы данных то есть эта модель которую вы натренировали будет защищена с точки зрения то что там другие другие пользователи из других департаментов не смогут ею воспользоваться или ее утащить и все алгоритмы которые реализованы они будут работать на всем кластере то есть это не какой-то кластер где там рядом сбоку стоит какая-то система и потихонечку в нее выгружается что-то моделируется загружается обратно нет здесь никакой выгрузки данных из вертики не происходит все происходит внутри базы данных даже моделирование а начиная с 10 версии мы позволяем импортировать в вертику модели которые были натренированы во внешних системах это достигается двумя способами первый это использование PMML языка это язык разметки предъективных моделей который позволяет определить параметры натренированной модели импортировать и также моделирование будет происходить всеми узлами кластера всеми доступными обучительными ресурсами и второй способ это многослойные нейронные сети которые были натренированы в TensorFlow да многослойные сети более качественно выполняют задачи классификации и это понятно потому что это уже такой шаг от математических моделей к структуре мозга вертика позволяет натренированную модель которую тренировали на TensorFlow импортировать в себя и делать моделирование данных делать классификацию данных при вставке например или при обобщении в отчете с помощью этих моделей все это работает параллельно на всех узлах все это работает без выгрузки данных какие-либо внешней системы а это значит то что у вас база данных остается единой точкой хранения данных вам не надо думать где сейчас актуальный набор как их засинхрить и тому подобное нет все находится в одной базе и там минус одна головная боль в плеч два бонуса про которые хочется отметить у нас есть комьюнити эдишн это бесплатная версия которая позволяет вам начать знакомство обучение с вертикой у нее есть два ограничения это кластер можно собрать не более трех узлов и максимальный объем обрабатываемых данных 1 терабайт естественно на нее нет поддержки и вы можете ей пользоваться с ограничениями естественно то что нет поддержки соответственно не будет обновлений для комьюнити эдишн но тем не менее каждый мажорный релиз он появляется в комьюнити эдишн то есть можно брать и пользоваться и самое главное то что полный набор инструментов которые доступны в вертике он доступен в комьюнити по сути это одни и те же пакеты одни и те же рпм то есть вы раскатываете можете попробовать можете вы там алгоритм машинного обучения можете геоанализ сделать все это можно попробовать и если в какой-то момент вы решили то что ваша песочница стала продуктивом вы можете приобрести лицензию на интерпрайз версию поставить ее в комьюнити и вы получите полноценную производственную версию интерпрайз с поддержкой то есть в этом смысле переход в продуктив для вас будет максимально там понятен прост и второй бонус про который тоже хочется сказать согласитесь то что для большинства таких вот интерпрайз кровавых решений существует огромное количество дорогих курсов которые нужно закончить чтобы получить медальку для вертики это не так у нас есть академия академия dotverteca.com где всем доступны бесплатные учебные курсы в онлайне модули по проверке знаний которые позволяют вам проверить себя насколько вы хорошо знакомы с вертикой и что самое приятное и что самое полезное это там доступны бесплатные программы сертификации то есть пройдя полностью программы сертификации вы получаете электронный диплом фактически медальку о том что вы закончили курс обучения вы имеете высокий уровень знаний который позволит вам эффективно работать с нашей базой данных далее вы делаете сопряжение с какими-то внешними продуктами будь то ETL или BI например Visiology и дальше уже вы строите систему зная как работает уровень базы данных теперь я наверное передаю вопрос слово Алексею он продолжит наш сегодняшний семинар в части как же построить биоинструмент на базе вертики Алексей я прав да да Александр спасибо на самом деле действительно очень хороший инструмент вертика мы очень любим ее поэтому это первая на самом деле система с которой мы вот интегрировались таким способом сейчас я расскажу как так надеюсь экран видно да видно все хорошо так мы еще по-моему не сказали в начале про вопросы у вас есть вкладочка вопрос ответы куда можно писать вопросы мы в конце презентации на все ответим итак с вертикой разобрались установили как теперь построить биоинструмент решение что же конечная цель у нас все-таки увидеть все данные целиком в одной картине итак я пару слов сейчас расскажу в принципе про биоинструмент про визиологи до того как перейдем к интеграции платформа визиологи значит такие три основных задачи у нас для того чтобы увидеть полную картину в первую очередь нужно собрать все данные то есть это могут быть разнородные данные их нужно собрать разного объема данные и так далее после этого ключевой момент который делает визиологи это предоставляет инструменты инструменты для аналитиков инструменты для разработчиков для того чтобы построить собственно конечное решение то есть это инструменты анализа инструменты прогнозирования инструменты разработки каких-то нетиповых сложных решений и причем здесь мы стараемся конечно сделать так чтобы этими инструментами мог максимально пользоваться именно аналитик то есть смещать вот сложность в сторону разработки наоборот в сторону аналитика а не разработки Соответственно, на выходе после этого вы получаете уже какие-то красивые аналитические панели, даже борды, то есть уже доставляете эту ценность до конечного пользователя. Для пользователей, значит, система выглядит следующим образом. Вот одно из первых, что видят в плане интерфейсов пользователей, это интерфейс портала, либо мобильного приложения. Также этот портал может быть там встроен в какие-то другие системы, так что вы можете даже не знать на самом деле, что работаете именно с физиологи, но на нем вы видите красивые графики. Кроме этого, значит, есть рабочее место аналитика, это тоже специальный инструмент для загрузки, анализа данных и построения уже дэшбордов, причем анализ данных тоже в последнее время приобретает очень значимую роль здесь. И есть еще один инструмент, модуль отдельный для ввода данных. Это инструмент как раз вот про то, когда данные не собираются вообще, либо собираются очень не централизованно, какие-то Excel летают там в компании между отделами, какая-то отчетность или планирование, бюджетирование. Вот есть система, которая позволяет этот процесс регламентировать и автоматизировать. Но про эту часть мы сегодня как раз говорить не будем, мы по большей части сейчас будем говорить про большие данные. В случае с большими данными, конечно, они появляются из каких-то внешних систем, не вводятся вручную. И для того, чтобы сейчас нам понять, значит, в какую часть мы встроили интеграцию с Vertica, нам нужно немножечко разобраться в том, какие вообще есть принципы, типовые работы BI-систем с хранилищем. Таких принципиальных схем на самом деле их две. Вот одна из них это по принципу roll-up. Какой здесь смысл? Здесь смысл в том, что на самом деле обработка и хранение данных, они происходят где-то во внешне по отношению к BI-системе среди. То есть в данном случае это может быть какое-то хранилище данных, например, на основе любой СУБД. А в самой BI-платформе реализован такой roll-up engine, который по сути транслирует на самом деле аналитические запросы в SQL-запросы. То есть когда пользователь заходит на дэшборд, выбирает фильтр или там делает drill-down, BI-система генерирует SQL-запрос и отправляет его в хранилище. И, соответственно, такой режим работы, он характерен для крупных BI-платформ, таких как BusinessObjects, Cognos тоже, Pentaha, Metabase, open-source. И самое основное преимущество, которое он имеет, это, конечно, то, что мы здесь на самом деле не ограничены в объеме и, по сути, в производительности. Но на самом деле не то, чтобы не ограничены, мы просто перекладываем это на внешнюю систему по отношению к BI. И отсюда, собственно, вытекают как раз и основные недостатки этого подхода. Первый – это то, что чаще всего это работает медленно, если мы говорим про большие данные, потому что используются с УБД в основном транзакционные, которые именно с аналитическими запросами, когда нужно сделать выборки, делать группировки, агрегаты, они работают просто медленно. То есть даже если это будет какой-то большой кластер большого количества серверов, это все равно может быть недостаточно быстро. Но здесь есть нюанс в том, что как раз закрыть этот недостаток помогают такие специализированные с УБД, как Vertica или ClickHouse, например. Есть еще момент такой, что BI-платформа в этом плане ограничена в использовании кэширования. То есть BI-платформа может только закэшировать результат выполнения запроса, но не может закэшировать какие-то части запроса, когда там составляется план запроса, и как-то мы более умно можем его кэшировать. Здесь это недоступно. Также, на самом деле, не все функции аналитические тоже могут быть доступны, потому что все-таки генерировать SQL-запросы – это не всегда бывает просто. Особенно сделать оптимальный SQL-запрос бывает не всегда просто, он может получиться либо там очень неоптимальным большим количеством джойнов, что, соответственно, тоже на скорость влияет. Либо просто какие-то функции могут быть недоступны, потому что очень много диалектов SQL-ных и так далее. Ну и, конечно, это еще несет некоторые затраты на поддержку, потому что это все-таки отдельные контуры, отдельные сервера, которые должен кто-то поднять, запустить, администрировать, то есть из коробки прям BI он не заработает при такой схеме работы. Значит, другая схема работы, она про in-memory. Здесь отличие в том, что у нас нет внешнего хранилища данных, у нас все происходит внутри, по сути, BI-системы, и данные находятся и обрабатываются внутри BI-системы в каком-то in-memory движке. Вот. Это тоже характерно там для современных BI-платформ, таких как Клик и Power BI, и для нас в том числе. Вот. Здесь какое преимущество? Преимущество основное, конечно же, в скорости. То есть за счет того, что у нас все данные лежат в оперативной памяти, мы можем действительно с этим быстро работать, за счет того, что у нас очень тесная интеграция с BI-платформой, мы можем сделать очень умный кэш, который будет эффективно хэшировать все результаты, подстраиваться под то, чем сейчас действительно занимается пользователь, на каком дэшборде он находит там и так далее. Вот. Также в этом случае нам не нужна какая-то дополнительная установка. То есть в большинстве случаев мы просто там через установщик установили BI-платформу, и все. У нас уже база внутри есть, мы уже можем загрузить данные, уже начать с ней работать. В отличие от предыдущего варианта, когда нужно поднять еще какие-то дополнительные базы данных и так далее. Вот. Естественно, все функции там работы аналитика, глубокие аналитические функции, все, которые поддерживают BI, тоже здесь будут работать. Но в таком режиме тоже есть такой большой недостаток. Это то, что все-таки мы пока еще ограничены размером оперативной памяти. И совсем большие данные, совсем большие данные хранить бывает неэффективно. Эффективно, в первую очередь, экономически, потому что сервера там с терабайтами памяти, а не говоря уж о бетабайтах данных, они просто неэффективно, может быть, экономически. Поэтому обычно, по нашему опыту, вот 200-300 гигабайт в такой системе, это где-то там миллиарды, единицы миллиардов записи в таблице, оно работает хорошо. Если больше, то уже, конечно, не всегда хорошо. Значит, что же делать? На самом деле, кроме вот этих двух основных таких типовых схем, есть еще гибридная схема работы, сейчас я про нее тоже расскажу. Вот, да, здесь слайд про то, что у нас в системе Visiology в базе данных V-Cube как раз используется, собственно, вот и memory технология. Этим занимается отдельный модуль V-Cube. Загружаются данные, обрабатываются, и хранится в памяти, обрабатывается. Все это происходит достаточно быстро, с кэшированием и так далее. Вот все плюсы, которые описаны, были. Итак, про гибридную теперь схему работы. Гибридная схема работы позволяет объединить преимущества двух подходов. То есть здесь она тоже поддерживается современными BI-платформами. И здесь, с одной стороны, у нас есть модуль in-memory, в который мы можем загрузить горячие данные, то есть те данные, с которыми пользователь пользуется чаще всего, которыми пользуется чаще всего. И также остается вариант с SQL-запросами на всем объеме данных. То есть тут у нас может быть и хранилище, и какой-то внутренний in-memory хранилище, и внешнее хранилище тоже. Здесь тоже, как всегда, есть нюансы. Самый основной, наверное, нюанс в том, что это усложняет внедрение, усложняет внедрение и в плане администрирования серверов, и в плане написания ETL. То есть мы должны на каком-то этапе трансформации загрузки данных определить, какие данные у нас горячие, какие у нас данные холодные, что именно нам нужно поместить в хранилище для быстрой обработки, а что можем оставить во всем объеме данных. И кроме этого, даже если требуется быстрый отклик на всем объеме данных, то в хранилище данных необходимо использовать именно многопоточные колоночные СУБД, такие как Vertica, для того, чтобы это все-таки работало тоже приемлемо быстро. И, конечно, не все аналитические функции могут быть доступны на всем объеме данных. Ну, по тем проблемам, которые я уже рассказывал, что не все можно преобразовать в SQL-запрос. Ну и, естественно, BI-платформа, она должна на самом деле поддерживать диалект именно той базы данных, с которой идет интеграция, тогда это будет работать эффективнее всего. Вот ровно по этой схеме мы сделали интеграцию с Vertica. Что, собственно, мы сделали? Мы в нашей базе V-Cube выделили такой roll-up-движок, который научили транслировать аналитические запросы в SQL-запросы и поддерживать диалект Vertica. Это вот самое основное. Это как раз дало нам создать вот такую гибридную схему работы. Здесь хранилище данных может состоять из двух серверов. Один сервер с UBD, который у меня отмечен, он может использоваться просто как КХД. То есть там происходят какие-то трансформации данных, подготовка витрин. И после этого мы, разделяя, загружаем данные либо в V-Cube в качестве in-memory, либо уже в Vertica загружаем все остальные данные. И на Vertica уже работаем на всем объеме. Причем для пользователя в Visiology это абсолютно прозрачно происходит. То есть заходя на портал, открывая какой-то дэшборд, мы можем даже не понять, собственно, куда ушли запросы в NM-memory или в Vertica. Особенно если это тоже хороший кластер серверов и Vertica быстро отвечает на запросы, то будет абсолютно непонятно. И такие запросы можно даже комбинировать прямо на одном дэшборде. То есть у нас был интересный очень пример, когда на одном и том же дэшборде в основном были графики, графическая составляющая на уровне какой-то агрегации, уже там смотрели тренды и так далее. И вот эти данные все обрабатывались в NM-memory и V-Cube, но иногда необходимо было спуститься прямо к своим данным, то есть посмотреть конкретную транзакцию, конкретный документ интересующий. И, соответственно, можно было провалиться уже до уровня конкретной транзакции. Тогда вступал уже в дело Vertica и на всем объеме данных, царых данных указывало там только то, что мы видим. Вот такой пример. Эту интеграцию мы также планируем развивать. Развивать в основном, конечно, в плане добавления аналитических функций, потому что сейчас все-таки не весь объем будет доступен. Там какие-то сложные оконные функции, например, они могут быть недоступны на всем объеме данных, но это то, куда можно стремиться развивать, и мы планируем это делать. И есть еще один нюанс, что для настройки Vertica и ее диалекта есть еще отдельный такой небольшой инструмент, в котором тоже нужно настроить, настроить там как преобразовывать даты, выбрать даты, некоторые метаданные. В целом это тоже можно автоматизировать. Вот такой у нас план развития. Вот. В целом, наверное, у меня все. Итак, подводя итог, мы сегодня рассмотрели вот такую хорошую архитектуру для построения больших корпоративных BI-внедрений. Вот в том случае, когда действительно и данных много, и пользователей много, и важен отклик. И что самое главное, что тут можно, понятно, что идти разными путями, но вот такой гибридный режим работы, когда у нас есть горячие данные в in-memory и холодные данные в какой-то с UBD многопоточной, как Vertica, то экономически это бывает чаще всего наиболее выгодный вариант. Так, у меня все, теперь можно. Давайте тогда на этом расходимся. Очень вам благодарны. Да, спасибо за то, что уделили время вечером. Очень приятно было видеть аудиторию, то, что проявили интерес. Все. Все. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. Всем всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.